Евгений Алексеевич, начну немножко нестандартно. Меня всегда это интересовало, и я как-то забывал задать вам этот вопрос. Как вы считаете, вот если бы вы встретили Владимира Путина, вы никогда об этом не думали, на скамье подсудимых или за решёткой, что бы вы ему сказали? Да вы знаете, наверное, ничего. Вот право слова. А что мне ему говорить? Он у меня вызывает абсолютно омерзительное чувство. Вы знаете, вот как жабу в руках подержать. Я не знаю, есть люди, которые любят лягушек и жаб, да, и змей, да, и даже с ними играют и говорят, что они совсем не скользкие, не мокрые и даже тёплые. А вот я, к сожалению, не могу себе позволить каких-то там пресмыкающихся держать в руках или земноводных. Вот у меня Путин вызывает вот ровно такое же чувство, там какого-то физиологического омерзения. Я помню его влажную вялую ладошку, которую мне однажды приходилось пожимать. Когда вот мы были с группой журналистов во время всех событий, связанных с НТВ в Кремле, и вот он к нам вышел и всем ручку подал. Вот даже какое-то неприятное ощущение осталось от этой руки. И вот знаете, меня ещё поразил его рост. Вот как-то его умеют снимать или, может быть, специально ставят вокруг него людей из его охраны, которые сами нивеликируются. Таким образом, вот это вот его карапуста. Как-то нивелируют. Но я помню, что... Я был совершенно... А какой же он, оказывается, маленький и низенький-то? Какие же у него, наверное, комплексы из-за этого сидят в голове? Ну, видите, помнили Путин. Понимаете, я на самом деле, наверное, напрасно всё это говорю. Но вы задали мне такой очень личный вопрос, и я с вами делюсь абсолютно искренними своими мыслями и чувствами. Хотя, конечно, может быть, это и неправильно переходить на физические характеристики человека. Но недаром же его зовут злобным карликом. Ещё с тех времён, когда его высмеяли авторы программы «Куклы». В незабываемом сюжете про крошку Цехиса. Вы вспомнили о Путине, началась в Киеве сирена. Да, упомянули в Суе. Вот согласно данным Бумберг, Евгений Алексеевич, 40% россиян, которые уехали из России, когда началось полномасштабное вторжение, полномасштабка, они вернулись. И немного, по чуть-чуть стала расти экономика. России понятно почему. Люди возвращаются, начинают или восстанавливают какой-то бизнес, какая-то активность появляется. И я бы хотел, чтобы вы здесь оценили и этот процесс, возврата этих людей, и Запад. Потому что это тоже важно. Потому что из стран Запада зачастую эти люди возвращаются обратно в Россию. Ну, вы знаете, я вот что вам скажу. Понятно, почему люди возвращаются из стран Запада в Россию. Потому что на Западе хорошо только быть туристом. А вот когда ты на Западе вынужден интегрироваться в местную жизнь, открывать счета, получать страховку, проходить разные другие, подтверждать права, например, водительские, надо во многих странах, и взаимодействовать с европейской бюрократией, то это зачастую процесс не менее болезненный и малоприятный, нежели в постсоветских странах и даже в бывшем Советском Союзе. Потому что вот такая система предоставления административных услуг, которая, например, когда-то возникла в Грузии, которая потом, благодаря сотрудничеству украинских властей с грузинскими реформаторами, была перенесена на украинскую почву, вот эти вот центры предоставления административных услуг по украинской ЦНАПы, это штука, которую далеко не в любой европейской стране встретишь. Как говорится, через одно окошечко невозможно где-нибудь в Германии, во Франции или в Испании получить все необходимые услуги, которые предоставляют гражданам или людям, которые там получают вид на жительство, а попробуй его сначала получить, ведь очень многие люди просто убежали от мобилизации тогда, а статус свой подтвердить не смогли. Просто эти деньги, которые... Вот люди вернулись, деньги пошли в экономику, и экономика пошла на войну. И мне кажется, абсолютно какое-то дурное это политика Запада. Да, я не хочу знать, что меня там обвиняли, я защищаю Россию и так далее, но это дурная политика по большому счёту, потому что она даёт возможность Путину больше средств кидать, бросать именно в военную топку. Я совершенно с вами согласен. Я совершенно... Нет, послушайте, значит, я прекрасно понимаю, что у нас с вами есть значительная часть украинской аудитории, в которой тяжёлая травма от войны, в которой некоторые там даже русской речи не хотят слышать, или там вот мы с вами беседуем по-русски, а их это раздражает, они спросят, а чему на державную, да? Потому что у нас большая русскоязычная аудитория, лично у меня вот аудитория делится примерно на три части, да? Русскоязычная в России, русскоязычная за пределами России, она разбросана там по нескольким десяткам стран, прежде всего Америка, Германия, Израиль, страны Балтии, и треть где-то в Украине, вот такая география. И я поэтому объясняю, чему мы разговариваем российскую. Это я украинским зрителям говорю. Так вот, я прекрасно понимаю вот этот вот синдром, посттравматический синдром, который вызывает отторжение любых позитивных вещей, связанных с Россией и с русскими. Но вот если так холодно от этих попытаций эмоций на секундочку отстраниться и поразмышлять, порассуждать, смотрите, конечно же, европейской бюрократии проще всех запретить, закрыть въезд всем россиянам, а потому что иначе каждого надо проверять, а вдруг он казачок, заслонный, как говорится, а вдруг видом политического иммигранта или беженца в страну въезжает глубоко законспирированный агент службы внешней разведки или главного разведывательного управления. Вот недавно, кстати, появилось расследование очередного инсайдера, в котором рассказывается о неких супругах Шапошниковых, которые, внимание, получили вид на жительство в Чехии как политические беженцы из Российской Федерации. Давно еще. А в действительности они были, по сути дела, резидентами ГРУ и помогали агентам ГРУ всем этим Петровым и Башировым. Петровым и Башировым, спасибо, подсказали вот этих ребятам, которые только буденовки не надевают, когда отправляются на задания. Помогали им организовывать теракты, в частности, судя по всему, они были причастны к взрывам на военных складах в Болгарии и в Чехии. Вот эти громкие, помните, были истории и покушению на болгарина вот этого Гербева, который занимался поставками оружия, в том числе и в Украину. Там длинный след за ними тянется. Я, честно говоря, точно не помню, Шапошников кажется умер недавно или ему помогли умереть вполне вероятно, а Шапошникова вроде бы находится где-то в Чехии, нет, не в Чехии, в Греции. Она находится в Греции, где у нее есть дом, но она еще была награждена Путиным, по-моему, получила героя России, если не изменяет память. О, вот так. С секретным указом. С секретным указом, да, после взрыва этого склада. Радиско Кэт по версии 2.0. Но послушайте, смотрите, тем не менее, я повторяю, конечно же, властям стран, входящих в Евросоюз или не входящих в Евросоюз, таким как Великобритания, например, или Швейцария, проще запретить въезд всех граждан России, чтобы не заморачиваться и не отягощать спецслужбы проверкой каждого в отдельности, вниканием в судьбу каждого, кто пытается пересечь границы Евросоюза. Но вот это безразличие на самом деле иногда принимает гротескные формы, потому что я не буду называть конкретных фамилий, но я знаю случаи, когда вот эти проблемы там отказ в продлении визы рабочей или там гуманитарные визы, отказ в предоставлении там еще каких-то документов, закрытие счетов без всяких объяснений в банках, отказ там в приеме детей на работу, в смысле на учебу и так далее, касалось людей, которые имеют абсолютно, что называется, публичную известность в России и за границей как давние деятельные участники антипутинской оппозиции, антипутинского движения сопротивления, люди, которые известны, то есть, что называется, из первого, ну, максимум второго ряда участников вот этого антипутинского движения. И это странно, это прискорбно. И кроме того, если смотреть на проблему шире отъезд людей из Российской Федерации, вроде бы, нужно было бы стимулировать, потому что утечка мозгов, это еще и утечка денег, это еще и потери в живой рабочей силе, и это размывание общества. Это на самом деле подрыв общественной стабильности или, скажем, иллюзии общественной стабильности, которая, конечно же, рисуется путинскими средствами массовой пропаганды. И деньги, 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 послушайте, в конце концов, Европа нуждается в рабочих руках, помимо всего прочего. Но вот Путин... Если, условно говоря, русские российские айтишники будут работать где-нибудь в Болгарии, в Румынии, я не беру там, в Болгарии, в Румынии, в Греции, в тех странах, в которых как бы более терпимое отношение к переселенцам из бывшего Советского Союза, из путинской России, на самом деле, Путину от этого станет только хуже, а Украине только лучше, потому что иначе эти айтишники, глядишь, будут заниматься написанием разного рода программ, которые используются, скажем, для наведения крылатых ракет или для каких-то еще сугубо военных целях на войне, которую Россия ведет против Украины. Ну вот, если коротко, еще одна интересная тема. Российским чиновникам, депутатам Госдумы не только запретили выезд за пределы страны, теперь только по разрешению руководителя. Володина, если мы говорим о Госдуме, ну и так далее. Вот я, например, не вижу каких-то причин, чтобы Путин и власть со временем российская не пошли, не масштабировали, скажем, этот процесс и не опустили железный занавес. Окончательно. Как вам кажется, пойдут на это российские власти? Железный занавес опустится в конечном счете? Вы знаете, вопрос неоднозначный. То есть нет на него у меня однозначного ответа. С одной стороны, логика строительства авторитарного режима с элементами тоталитарного, который мы наблюдаем сейчас, вот этот процесс, он, конечно же, предполагает закрытие границ, как это, например, в Северной Корее. Но это такая была бы мера в рамках советской, коммунистической, сталинско-хрущевско-брежневской традиции. С другой стороны, посмотрите на опыт тоталитарного режима, который сейчас существует в Иране. Ну, опять-таки, какой-нибудь суровый политолог мне скажет, что, да нет, нет, Евгений Алексеевич, ну, зачем вы говорите, режим в Иране не тоталитарный, он автократический, он режим правящего духовенства, клирикальный, скажем так, режим, но не тоталитарный, ну, не важно. Я его воспринимаю как тоталитарный, потому что иранское государство вмешивается в личную, в частную жизнь граждан, диктует им вещи, которые в демократическом государстве иметь места не должны, в частности, как одеваться, носить ли мужчинам галстук или не носить и так далее. Так вот, опыт Ирана очень интересен в этом смысле. образно говоря, там политика въезда и выезда построена по принципу «не нравится жить в Иране? Вали!» Пожалуйста. И тех, кто выйдет на улицы? Тех? Это касается всех, да? Это касается всех. Тебе не нравится жить в Иране? Мы тебя здесь не держим. Уезжай, пожалуйста, если у тебя там родня есть за границей, пожалуйста, езжай там, живи с роднёй. запрещать возвращаться, чтобы повидаться с теми, кто у тебя остаётся. Папа, мама, там, друзья, другие родственники, пожалуйста, возвращайся. И это существенный клапан выпуска пара. Существенный клапан выпуска недовольства. Вот я помню, это, правда, было уже очень давно, но у меня был такой замечательный опыт. Я был в последний раз в Иране очень давно, 99-й год. Но уже там, как говорится, вот этот вот исламский режим бурно твёх и пах. Да. И мы летели потом обратно рейсовым самолётом иранских авиалиний, которые территорией являются, как вот ты летишь в этом самолёте, и все правила, которые существуют в Иране, в том числе, правила ношения гражданской одежды действуют и на борту этого авиалайнера. И вот он был, основная масса пассажиров были женщины. Ну, или во всяком случае больше половины. И все они сидели завёрнутые вот в эти самые чёрные платки допят, которые должны мусульманку покрывать. в Иране этом лицо можно не требуется носить маску или сетку, которая закрывает лицо, только вот волосы и фигуру. Вот, и мы прилетели, рейс был не прямой, а с пересадкой летели через Амстердам, и тогда только-только открылся суперсовременный по тем временам вот этот голландский аэропорт Скиппол, и я вышел из самолёта одним из первых, пошёл, оглядываясь, рассматривая всё это великолепие, и вдруг у меня мелькнула мысль, ой, как интересно, а как вот на фоне вот этой архитектуры 21 века будут выглядеть вот эти женщины в чедрах? И я обернулся и просто обомлел, потому что за мной шла толпа девушек, женщин, там какие отдельные были там и мужчины, и молодые люди, там не было ни одного человека, одетого по-мусульмански. То есть первое, что они сделали, выйдя с самолёта, они содрали с себя эти платки и сунули к себе в сумки и в сумочки. Это свидетельствует в общем о том, что вот они вырвались, понимаете, вот им надоело. А с тех пор прошло, ну, слушайте, ещё четверть века прошло. Я думаю, что и судя по количеству периодических гражданских общественных протестов, демонстраций, акций и сопротивления в Иране, молодёжь недовольна существующим режимом ой-ой-ой-ой, как. Но у них есть, понимаете, возможность в любой момент сел на самолёт и улетел куда-нибудь в Европу. Вы думаете, что Путин пока не будет закручивать этот класс? Я думаю, что вот они, они, они сотрудничают с Ираном, они знают, что такое Иран. Я думаю, что там есть советники, которые говорят, Владимир Владимирович, посмотрите, вот как в Иране устроены. Ну, зачем, зачем, зачем закрывать возможность отъезда для недовольных? Пусть уезжают. Не нравятся наши новые российские порядки, пусть валят. Вот и всё. Друзья, мы по-другому... Кстати, простите, сейчас у нас будет рекламная пауза, но я хочу вот что ещё добавить. Я думаю, что в значительной степени вот эти вот запреты это профанация. Я уверен, что господин Володин своим коллегам по Государственной Думе будет всякий раз мило, позитивно, улыбаясь, разрешать поездки за границу. Только это ещё и крючок, понимаете, все будут знать. Ну да, это запрет формальный, но надо пойти к Володину, приложиться, поцеловать ему сапог, и он тебе всё выпишет, там разрешение на выезд, и никаких проблем у тебя не будет. Но для этого нужно быть послушным, нужно с Володином быть в хороших отношениях, нужно выполнять все его просьбы и указания. это просто ещё один механизм влияния, удержания в узде вот этой части путинской в кавычках элиты. Ну, я слово элита здесь употребляю, разумеется, в чисто политологическом смысле. Вот путинская элита, она является источником угрозы, конечно же. поверьте мне, друзья, вот все эти люди, во всяком случае, все не все, но очень многие люди, которые там числятся в разных проскрипционных списках на Западе, которые там сидят под санкциями, которые боятся попасть под санкции, которые сидят, набрав в рот воды. Они Путина ненавидят. Я имел удовольствие и продолжаю периодически иметь удовольствие с этими людьми общаться от случая к случаю и вижу, что градус ненависти Путина даже у тех, кто формально ни в чем не участвует, ни в чем не замерзен, никаких протестов не высказывает и ни в каких протестных движениях не участвует, но градус ненависти там потихонечку повышается и это дает надежду на то, что в какой-то момент крышку сорвет, как говорится, вот этого котла, где давление повышается, повышается и повышается. Хотя бог его знает, иногда глядя на то, что происходит в России, я думаю, черт возьми, из какой же стали сверхпрочной изготовлен этот котел, и где же вот предел терпения обычного рядового обывателя, которого постоянно унижают, чего-то лишают, заставляют его жрать вот эту совершенно несъедобную жвачку российской пропаганды, увы, мне возможно этого понять не дано. Друзья, пожалуйста, подписывайтесь на все наши ютуб-площадки, Дмитрий Гордон, гостях у Гордона, подпишитесь на ютуб-канал Евгений Киселев, не забываем, оставляйте как больше можно лайков и комментариев, пожалуйста. Уже подряды наши беседы, вот сейчас прям возьмите и сделайте это.